Приветствую всех любителей шахмат. В этом ролике мы рассмотрим поучительную партию Магнуса Карлсона, в которой ему противостояла литовская шахматистка Виктория Чмелита. Данная партия состоялась на родине Магнуса в 2009 году. Карлсон играл белыми и отправил вперед ферзевую пешку. Черный отвечает голландской защитой. Как любил шутить девятый чемпион мира Тигран Петросян, если ваш соперник хочет разыграть голландскую защиту, то главное ему в этом не мешать. Белые выводят слона на большую диагональ для оказания давления на центр и ферзевый фланг. Черные сыграли конь f6, последовал ход слон g2 и также фенкета слона на большую дорогу. Перед нами ленинградский вариант данного дебютного построения. Магнус подготавливает рокировку в короткую сторону. Черный поступает так же. Следует эвакуация королей из центра доски и захват центральной клетки d5. Виктория сыграла d6. На доске нечто похожее на староиндийскую защиту, но с той лишь разницей, что черная пешка стоит на поле f5. С одной стороны контролируется центральный пункт e4. У черных возникают виды на атаку королевской резиденции белого монарха. С другой стороны ослабляются поля e6 и f7, что довольно часто является более весомым фактором. Магнус тем временем завершает развитие конницы. Чмелита подбирает клетку d5. Белый захватывает пространство, подчеркивая ослабление клетки e6. И здесь Виктория играет e5. С такими пешками нельзя мириться, поэтому Магнус забирает на проходе. И после данного размена решает проблему с развитием чернопольного слона, который может выйти не только на поле b2, но также на клетку a3 для атаки слабой пешки d6. Возникает отдельный вопрос, а не могут ли черные сразу избавиться от этой слабости продвижением d5. Но оказывается, что на этот ход можно сыграть конь g5, нападая на слона. После отхода слона атаковать ладью, дальше поменяться на поле f7 и пробивая на d5, белый как минимум выигрывает пешку. Примерный вариант взяли, забрали и после хода конь e4 ладья просто отступает на c1. У белых лишняя пешка, преимущество двух слонов, а черный король гуляет в центре. Поэтому ход d5 здесь явно не работает, но заслужил внимания прыжок коня на поле e4, используя диагональную связку. Теория показывает, что белые могут смело пожертвовать качество взятием на поле e4. Здесь при ударе пешкой белый просто перекрывается, сохраняя позиционное преимущество. Если же сыграть принципиально, забирая ладью на поле a1, то белый пробивает на d6, атакуя пункт b7. На оборонительная ферзь d7 играет слон a3, прицеливаясь к ладье. И дальше переводят ферзя на c1. Доминирующее положение коня на поле d6 и пешка полностью компенсирует потерянное качество с лихвой. Железный друг здесь вообще показывает оценку плюс 3 за белых. Поэтому и сюда не захотела идти Виктория. В партии она сыграла конь a6. Стандартный маневр. Конь переходит на поле c5 для того, чтобы оказывать воздействие на центральную клетку e4. Белый играет конь g5, нападая на слона черный защищается. Происходит размен на поле e6. Магнус получает преимущество двух слонов. Далее он просто завершает развитие легких фигур. Черный централизует ладью. Белый играет e3, придерживая наступление соперника на королевском фланге. Чмелиты активизирует коня. Белый соединяет между собой ладьи, освобождаясь от рентгена ладьи. Ну и в общем-то литовская шахматистка полностью завершает централизацию. Белый играет ладья d1, начиная нажим на слабую пешку d6. Черный вбросили коня на g4. Последовал ход ладья e1. Отступление ферзя. Магнус выкуривает коня и дальше играет b4. Начинается массовое истребление зоопарка в центре доски. Размен чернопольных слонов и ход b5. Идея белых расшатать ферзевый фланг в случае взятия на поле b5. Пешка становится изолированной и ее легче атаковать. Поэтому Чмелиты отказывается от данного размена в пользу хода ферзи e5. Магнус меняется на поле c6 и сдваивается по полуоткрытой линии для нажима на слабость. Черные уходят в глухую оборону, белые сдвоились и здесь Виктория сыграла h5. Наверное с идеей задвинуть пешку до поля а4 и также создать слабости на королевском фланге. Магнус препятствует этому продвижению. Почувствовал свою полную доминацию на доске. Видимо Карлсон расслабился и дал Виктории шанс выйти сухой из воды. Здесь необходимо было черным угостить белых кобылятиной. После удара на поле f2 они пробивают на e3 и на отступление забирают пешку. И в такой позиции не только черт, но и шорт ногу сломит. Но в партии литовская шахматистка не пользуется этой возможностью и допускает ответную грубую ошибку в ферзи c5. Магнус пошел ладья d5 используя связку. Брать ладью нельзя из-за двойного удара с выигрышем ладьи. Поэтому ферзь отступает на поле b6. И здесь Карлсон воткнул пешку на c5, демонстрируя хорошую глубину расчета вариантов. Оказывается, что на отступление ферзя последует взятие на d6. После удара конем удар на поле c6. Дальше белый отыгрывает ладью, нападая на поле e8. И на отступление ладьи пробивает на поле d6, выигрывая фигуру и получая решающее преимущество. В том случае, если черный отступает ферзем не на поле b7, а на c7, тогда белый пробивает пешкой, нападая на сильнейшую фигуру. На взятие уводят ладью на d4. Связка сохраняется. Под боем пешка на поле c6. В общем, черные фигуры связаны здесь по рукам и ногам. Им попросту нечем играть. Может быть, по причине двух этих вариантов, чмелитый отказывается от отступления ферзя в пользу взятия на c5. Магнус пробивает ладьей. Забирать пешкой нельзя из-за провисания ладьи на поле d7. А на ход ферз c5 белый слон нашампуривает обе ладьи. Одна из них теряется, убил их в результате лишняя фигура и абсолютно выигранная позиция. С учетом этого, на 31 ходу Виктория Чмелите сдалась. Таким образом, будущему 16 чемпиону мира Магнусу Карлсону удалось использовать висячее положение вражеских фигур. Если вам понравилась данная партия, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями и до следующих встреч.